Всем привет! Вы попали на канал Top Profit и сегодня в этом видео вы узнаете, как правильно установить ноду Moonbeam. Это будет самая подробная инструкция, такой вы еще не видели и посмотрев данное видео вы однозначно сможете справиться с данной задачей. Поэтому, друзья, сразу ставьте лайк и если вас вдруг что-то не устроит, в конце его снимите. Но я вам обещаю, что такого желания у вас просто не возникнет. Для установки ноды Moonbeam я также создал текстовую инструкцию на Medium, ссылка будет в описании. И так, для того, чтобы нам установить ноду, нам понадобятся три шага. Во-первых, нам нужно будет арендовать сервер, где мы будем устанавливать эту ноду. Далее нам нужно будет скачать PuTi, специальную программу для того, чтобы управлять выделенным сервером. И нам нужно будет переписать вот эти команды и ввести в нужное нам поле. Теперь подробнее об этом. Все как я люблю, по полочкам, разжевывая. И поэтому вы подписаны на мой канал. Если ты не подписался, обязательно подписывайся. Поехали! Итак, во-первых, мы арендуем сервер. Вы можете арендовать сервер где угодно, но и арендовываю сервер на сайте Hedzner. Один из самых стабильных провайдеров и оптимальные ценники. Под видео будет ссылка. Ссылка будет называться «Арендуем сервер тут». При переходе по ссылке вы получаете специальный купон, которого нам с вами хватит за глаза для оплаты наших услуг. Причем мы получим не 20 евро, а аж 24. Убедитесь, что это окошко вы перед собой видите и нажимаете кнопку «Континию». Далее мы можем в верхней части сайта поменять на нужный нам язык. Я оставлю сайт на английском. Нажимаем кнопку «Sign up». В нижней части нажимаем «Register now». Заполняем свою электронную почту и придумываем пароль. Пароль должен содержать английские буквы и цифры. Идеальным решением будет написать свое имя с большой буквы и год рождения. Повторяем пароль еще раз, нажимаем «Континию». Далее нас просят подтвердить наш электронный адрес. Переходим на почту. Видим мы данную ссылку и нажимаем на нее. Далее мы должны выбрать, кто мой мистер или миссис. Выбираем нужный нам параметр. Заполняем фамилию и имя. И нажимаем «Континию». Теперь заполняем адрес жительства. Указываем город, свою улицу, номер дома не обязательно. Заполняем свой номер телефона и нажимаем кнопочку «Континию». Выбираем метод оплаты. Я буду использовать карту Тинькова. Заполняем данные своей карты. Принимаем условия соглашения и нажимаем «Комплит». Далее нам смс приходит на наш телефон код. Мы вводим его и нас автоматически переводят на другую страницу. Просто ожидаем и нас автоматически перебрасывают на данную страницу. Просто находясь на данной странице, ожидаем и нас переведет на следующую страницу. Закрываем данные сообщения крестиком вверху. И у нас открывается консоль хедстера. Первым делом убеждаемся, что мы получили бонусные 24 евро. До этого нажимаем на человечка и выбираем «Usage». Спускаясь пониже, видим, что нам начислили 24 евро, за которые мы как раз и будем оплачивать нашу аренду серверов. Плата будет списаться посуточно, поэтому нам с вами хватит на долго. Далее перемещаемся в «Projects» и создаем новый проект. Нажимаем «New Projects» и даем название проекту. Я назову «Anton Profit». Вы называете, как хотите. Нажимаем «Add Projects». Проект создан. Теперь нажимаем «Create Server». Выбираем страну расположения, где наш сервер будет. Я выбираю данный пункт. Далее можете выбрать версию Ubuntu. Я ставлю самую последнюю. По характеристикам для запуска данной ноды нам нужно выбрать 8-ядерный процессор и 16 гигабайт оперативки. Поэтому я выбираю «SPX41». Далее, в самом низу, меняете это название на название вашего сервера. Я также сделаю «Anton Profit». И нажимаю «Create by now». Все, происходит создание нашего сервера. Иногда это занимает буквально считанные секунды, иногда может занять несколько минут. Спустя какое-то время наш сервер создался. У меня раньше занимало это где-то несколько секунд, сейчас почему-то заняло больше 20 минут. Пишите в комментариях, как быстро создался сервер у вас. После того, как ваш сервер создаться, через какое-то время вам на почту также придет письмо с параметрами для входа в ваш удаленный сервер. Для нас с вами самое важное значение имеет пароль, который мы сейчас будем с вами менять. Итак, поступаем к дальнейшим действиям. Скачиваем специальное приложение под названием «Puty». Ссылка на все это будет в описании под видео. У меня 64-битная система, поэтому я выбираю первый пункт. Если у вас 32-битная система, выбираете последний. Нажимаем на нужную нам ссылку и скачиваем приложение. Весь становится всего 3 мегабайта и скачивается моментально. Открываем данное приложение, нажимаем «Next», «Next», «Install». Ждем, когда наше приложение установится. Снимаем галочку, нажимаем «Finish». Все, наше приложение установлено, но его нигде не видно. Если у вас такая же проблема, то нажимаем «Пуск» и вводим название нашего приложения. PutTee. Нажимаем правой кнопкой на такой вот значок и выбираем «Закрепить на панели задач». Все, наше приложение появилось на панели задач. Запускаем его. Далее возвращаемся к нашему серверу. Копируем наш IP-адрес. Просто нажатием левой кнопки на данный адрес. Возвращаемся в приложение. Вставляем наш IP-адрес. Нажимаем «Open». Здесь выбираем «Accept». Все, наш терминал запущен. Первым делом мы должны ввести команду «Root». Вводим команду «Root» и нажимаем кнопку «Enter». Дальше нас просят ввести наш временный пароль. Возвращаемся на наше письмо, где нам прислали этот пароль. Выделяем его и нажимаем «Копировать». Далее возвращаемся назад. И чтобы его вставить, просто нажимаем правую кнопку мышки. Больше нам делать ничего не надо. Нажимаем правую кнопку мышки. Как видите, сейчас я нажал кнопку, но ничего не изменилось. Так и должно быть. На самом деле пароль вставился. После этого нажимаем кнопку «Enter». Далее нас просят ввести снова тот же самый временный пароль. Еще раз нажимаем правую кнопку на мышке и нажимаем кнопку «Enter». Все, на данном этапе нас просят придумать наш пароль. Пароль должен быть с английскими буквами, большими и маленькими, и содержать цифры. Минимум должно быть 8 символов. Поэтому вы можете выбрать свое имя, английскими буквами с большой буквы написанной, и год рождения. Я выбираю «Anton1995». Убедитесь, что ваша раскладка на английском языке, и у вас не включен капслуг, чтобы потом не путаться. Я ввел данный пароль, но, как видите, здесь он не пишется, и это сделано для защиты. После того, как вы ввели пароль, нажимаете «Enter». Далее нас просят повторить наш новый пароль, который мы только что ввели. Опять же, вводим тот же самый пароль «Anton1995» в моем случае. Нажимаем «Enter». Все, теперь мы можем продолжать вводить команды. На Medium я создал специальный мануал. Ссылка на данную статью, которую я написал собственноручно, находится в описании под видео. Переходите на нее, и здесь сразу же в самом верху вы видите весь перечень команд, которые нам нужно будет вводить. Это всего несколько команд, и наша нода будет установлена. Итак, начинаем с ввода первой. Копируем ее, возвращаемся в терминал, и, как вы уже знаете, правой кнопкой мышки просто нажимаем, и у нас вставляется наша команда. Нажимаем «Enter». Происходит установка, это не займет много времени. После того, как вы увидите такую надпись «root собака» и ваши введенные данные сервера, вы можете продолжать вводить следующую команду. Копируем следующую команду, вставляем ее, и ожидаем установки. Снова видим «root Anton Profit», в вашем случае ваше название. Возвращаемся в статью и копируем команды дальше. Вставляем. Видим, что нам позволено продолжить дальше. Возвращаемся дальше. И копируем вот этот код до рели, начиная с «sudo», до конца. Копируем его, при этом вам нужно скопировать его куда-нибудь, я не знаю, в текстовый файл, допустим, и изменить только вот эти данные. Здесь вы меняете Anton Profit на название вашей ноды. Вы можете ее назвать как угодно, хоть Вася, хоть Петя, можете даже смолики поставить. И вот в этом месте в том числе. При этом, кавычки, вы не убираете, вы должны их оставить. Я копирую в команду полностью и возвращаюсь в терминал. Нажимаю правой кнопкой мышки и обязательно нажимаем после этого Enter. Происходит установка нашей ноды. Нам остается только подождать. После того, как мы видим вот такие вот надписи, цифры могут отличаться. Где вы видите, что статус, диджест и так далее. И вот надписи root Anton Profit. Все, наша нода установлена, теперь нам нужно просто ее запустить. Вводим следующую команду. Нажимаем правой кнопкой мышки, вставляем команду, нажимаем Enter. Теперь наша нода запущена. И мы можем убедиться в этом, перейдя на сайт телеметрии. Ссылку я оставлю в описании. В этом списке в числе первых должна быть ваша нода. Так как я уже запускал ноду, она переместилась, наверное, в самый низ активных нод. Да, как видите, самое последнее. Чтобы ваша нода всегда была в закрепе, просто нажимаете на нее левой кнопкой мышки. Перемещаете в самый верх. Все, моя нода запущена. Место расположения моей ноды в данном населенном пункте. Моя версия ноды указана здесь. И все остальные характеристики ноды по работе моей ноды отображаются также здесь. Далее вы можете проверить логи своей ноды, чтобы скопировать нужную вам информацию. Если вы хотите стать амбассадором проекта Moonbeam, для этого вам нужно будет предоставить следующие данные, которые также описаны в моей статье в самом низу. Нам нужно будет найти в логах именно вот эти данные. Можете просто скопировать это в текстовый файл, вставить его, найти все необходимые параметры и записать их сюда. Для того, чтобы нам увидеть эти логи, мы должны ввести такую команду docker.logs.moonbeam. Копируем ее, возвращаемся в терминал, правая кнопка мышки и Enter. Здесь мы видим все наши логи, ищем именно те данные, которые нам с вами будут нужны. Node.name, Parachain.account, RelayChain.localNodeIdentity и LocalNodeIdentityIs. Все эти данные просто переносим в таблицу. Выделяем, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Заполнили все эти данные, копируете их. Переходите в Reddit на амбассадорский проект Moonbeam и выбираете в самом верху CreatePost. Сюда мы пишем ноды running, buy, копируете свой Discord аккаунт и сюда вставляете. В поле текст указываем как раз то, что мы с вами составили. Выбираем флаг Technical, Apple и Post. Все, наше задание выполнено и мы можем увидеть наш пост на стене Moonbeam. Далее, рекомендую на всякий случай также скопировать эту ссылку, перейти в Discord, выбрать раздел ноды runners, вставить ее сюда и сюда также указать эти данные. Нажимаем Enter. Все, поздравляю, вы стали тестировщиком ноды. Все было легко и очень просто. И из-за этого вы можете получить какие-нибудь крутые плюшки от данного топового проекта. Подробнее о том, как вступить в амбассадорскую программу и что это такое, я уже рассказывал в своем последнем видео. Можете переходить по ссылке в описании и смотреть. А с вами был Антон Профит. Желаю вам всем удачи. Обязательно делитесь этой инструкцией, потому что она поможет очень многим людям. Всем пока.